Матвея Блантер традиционно открывает большинство футбольных матчей в России. Это мелодия с большой футбольной историей. Впервые она прозвучала в 1938 году. Представляете, вот написан, представляете, действительно, очень и очень давно, уже 81 главой был, напомню, с противоположного края. Сейчас даже не на вес, а такой розыгрыш. Вот это домашняя заготовка, как принято говорить в таких случаях. Откатывали мяч туда, к штрафной. Пропускал Сергей Чернов его. Жариков все время, девятый номер, старается открываться под передачу партнеров. Это Мецеев. Он издали будет бить и в штангу попадает. Мы крестовину видели в исполнении петербургской команды на старте этой игры. На сей раз увидели штангу. Бросался Константин Мининков за этим мячом. Естественно, здесь максимальное количество футболистов в синей форме. Ой-ой-ой, какой гол. Все ждали на веса, а увидели прямой удар. Вот это да. Уж не знаю, планировал так или нет Иван Ананьев. Но получилось очень и очень хорошо. Сердечко, любимый. Который здесь смотрит за его игрой и переживает. И извинился, извинился Мецеев. Но все в порядке. С битым он даже сам штрафноет. Исполняет на вес штрафной удар. Выше ворот полетел. Мяч опасный стандарт. На 29-й минуте. Но вот все, что пока Академия Коноплева может Зениту предложить в этой встрече, это не моменты с игры. Это как раз розыгрыш стандартов. Вот один из них. Принимал эту передачу Артур Гагиев, но слишком сильно. Видите, судья решил вообще ничего не добавлять. Видимо, все компенсированное время решил Владимир Жариков приберечь уже для второго тайма. Петербургской команды. Коллектив Александра Селенкова забил единственный гол в составе «Зенита» в той встрече. Вот такие перестановки. Ну, плюс в запасе Алексей Петров. Ох-ох-ох-ох-ох. 2-0. Становится счет нашей встречи. Быстрый гол удается «Зениту». И посмотрите, какие эмоции здесь разные. Отрицательные, естественно, у футболистов «Мастер Сатурна». И радость, и улыбки. 48-я минута. Быстрый, сверхбыстрый гол. Ну, кстати, в предыдущем матче в ЮФЛ-3 тоже в самом начале второго тайма «Зенит» забил ворота своего соперника. Так что ЦСКА – это лидер у нас. Так же, как и «Зенит» в турнирной таблице армейцы располагается. Руслан Славин. 20-я минута. Единственный мяч пока. Плюс «Локомотив». 2-0 выигрывает Устрогино на выезде. Ох, 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 пока я это рассказывал. Какой гол-то, а? Какой гол? Ну, вот вообще нельзя отвлекаться, да? Ни на что в этой встрече. Видимо, успех. Дмитрий Биттель, сколько было моментов с его участием. И все-таки вот с третьей, с четвертой попытки сумел он ворота соперника попасть. Я сказал минуту назад, что один гол может многое изменить в этой встрече. Но вот посмотрим, так это или нет. 59-я минута. И Лукьяна просто под ногами у него передачу сделал. Ничего себе. Удар. Хохлов. Из опорной зоны пробил. Ну, вратарь здесь контролировал без всяких проблем этот эпизод. Ох, какой проход-то сольный. Сам Хохлов, как нож сквозь масло, как принято в таких случаях, говорите, прошел нападающий «Зенита» и пробил по воротам соперника. Ну, а вот эти секунды драгоценные идут. Жариков, Вавилов, Гагиев. Это самые активные в атаке. У «Зенита», который выигрывает сегодняшний матч. Хотя выигрывает, конечно, не без труда. Два, один.